Ваше императорское величество, я вполне сознаю, что характер и свойства совершенного мною деяния и мое отношение к нему не дают мне ни права, ни нравственного основания обращаться к Вашему Величеству с просьбой о снисхождении ввиду облегчения моей участи. Но у меня есть мать, здоровье которой сильно пошатнулось в последние дни, и исполнение надо мною смертного приговора подвергнет ее жизнь самой серьезной опасности. Во имя моей матери и малолетних братьев и сестер, которые, не имея отца, находят в ней свою единственную опору, «Я решаюсь просить Ваше Величество о замене мне смертной казни таким-либо иным наказанием. Это снисхождение возвратит силы и здоровье моей матери и вернет ее семье, для которой ее жизнь так драгоценна. А меня избавит от мучительного сознания, что я буду причиной смерти моей матери и несчастья всей моей семьи». Александр Ульянов Это прошение на имя императора Александра Третьего было подано одним из заговорщиков террористов, Александром Ильичом Ульяновым, старшим братом будущего вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина. Все дети семьи Ульяновых были хорошо образованы, постоянно стремились к справедливости и настроены были революционно. Такая непростая позиция по отношению к действующей власти вынуждала семью часто менять место жительства. Накануне 20 века семья Ульяновых оказалась в Подольске. Люди, вот та молодежь того времени, да, это 70-е, 80-е, 90-е годы, они считали, что правительство много брало у народа, а взамен ничего не давало. И это непременно скажется. Казалось бы, судьба улыбалась и Саше Александру Ильичу. Он закончил гимназию в Симбирске, получил золотую медаль, поступает в Петербурге в университет, там прекрасно учится, работает. Ему прочили будущность великого ученого, в общем-то. Он имел уже большую золотую медаль за научные разработки, он учился на естественном факультете. Но он тоже вступает в организацию такую народовольческую, которая готовила покушение на жизнь императора Александра Третьего. Его роль заключалась в том, чтобы подготовить вот это взрывное устройство. Он не должен был там метать, там убивать, вот, но он готовил это взрывное устройство. Ну и заговор был раскрыт. Покушение не совершилось, но заговор был раскрыт. Они были помещены вначале за стенки Петроплавовской крепости, а потом переведены в Сельбургскую крепость. И там он был казнен. Представляете, вот в 1886 году ушел из жизни Илья Николаевич. В гимназии учатся еще средние дети, Ольга и Владимир. Младшие совсем еще маленькие. Мите было 12 лет, Маняше 8 лет. Вот такие остались дети. И Мария Александровна потом принимает решение уехать из Симбирска, поскольку жить там было уже просто сложно. Несмотря на эту трагедию, и Оля, и Володя заканчивают гимназию в Симбирске, получают золотые медали, несмотря на это. И вот семья, в общем-то, из Симбирска уезжает. Потом у Марии Александровны своего дома уже нигде не было. Как-то вы зимуете в Подольске, дорогая мамочка. «Не веселая, верно, для вас эта зима?» Митя прикован к Подольску. «Он ничего не пишет мне в ответ на мои вопросы о том, как придется ему отбывать воинскую повинность. В строю или в фельдшерах? Есть ли какие-нибудь сведения о его деле? Когда примерно кончится и чем? Или никаких? У нас новостей никаких. Переменилось только развлечение. По случаю наступления зимы я вместо охоты начинаю заниматься коньками». Вспомнил старину и оказалось, что не разучился. Хотя и не катался уже лет с десяток. Надя тоже хочет учиться. Не знаю, выучится ли. Привет всем нашим. Крепко тебя целую. Твой Владимир Ульянов. В 1895 году в Петербурге Владимир Ильич создает союз борьбы за освобождение рабочего класса. Это был как бы пролог партии нового типа, как Владимир Ильич назовет эту партию. И он работал в Петербурге, а Дмитрий Ильич вступает в Московский рабочий союз. Ульянов Дмитрий Ильич. Профессиональный революционер, большевик, по образованию врач. Младший брат Владимира Ильича Ленина. Революционную деятельность начал в 1894 году в студенческих марксистских кружках в Москве. В 1900 году вошел в организацию «Искры». За революционную деятельность неоднократно подвергался арестам и сидел в тюрьмах. В 1905-1907 годах член Симбирского комитета большевиков. Затем работал врачом в Серпухове и Феодосии. Поддерживал постоянную связь с центральными организациями большевиков. После Октябрьской социалистической революции на партийной работе в Москве. В Москву пришло письмо от Владимира Ильича. Очень интересное письмо. Он пишет, что это печально, что уже через два с половиной месяца митя опух. Вы говорите, ноги не ходят. Я советую ему делать 50 раз подряд, 3 раза в день земные поклоны в тюрьме. Это позволит избежать отеков. А вам следует подумать, куда бы из Москвы перебраться. Дмитрий Ильич по делу Московского рабочего союза сидел в Таганской тюрьме. Владимир Ильич был в Шушенской ссылке. И вот родные добились, чтобы ему разрешили после тюрьмы отбывать ссылку именно в Подольске. По закону это можно было. 30 верст от Москвы. Марк Тимофеевич Елизаров, муж Анны Ильиничной, старшей сестры Ленина, он служил чиновником на Курской железной дороге. И они перебираются в маленький подмосковный провинциальный городок. И Ульяновы, в том числе и Мария Александровна, могли пользоваться бесплатным проездом из Москвы в Подольск и обратно. В Подольск они приехали 8 мая 1898 года. Поселились в городском саду. Теперь это городской парк. Тогда он назывался городской сад. На даче Перевязкиных. Это был их первый адрес. Ну и потом вот еще несколько адресов. Это четвертый адрес. Здесь они поселились с марта 1900 года. И вот именно в этот дом, в Подольск, приезжал Владимир Ильич летом 1900 года. Дождь лил, не переставая, третий день. Цветы на клумбах полегли. В лужах плавали мелкие зеленые яблоки, сбитые ветром. Примолкли птицы. Река вздулась от дождей и плескалась у самой изгороди. Мария Александровна сняла этот желтый домик в живописном месте Подмосковья на берегу реки Пахры. Три окна смотрят на дорогу. Позади дома небольшой фруктовый сад. У крыльца развесистые ивы. В углу сада беседка. Перед ней крокетная площадка. Все здесь напомнит Володе детство. Думала Мария Александровна. И комнату Владимиру Ильичу приготовили в Мезонине. Она была такая же крохотной, какой была и его комната в Симбирске. Для себя Мария Александровна облюбовала комнату, как и всегда, окном на дорогу, на переднем крае, чтобы видеть, когда дети возвращаются домой и хоть на несколько минут сократить ожидания. И чтобы ночью первой услышать хруст гравия под тяжелыми полицейскими сапогами и суметь предупредить детей и первой встретить опасность. В Симбирске он и весь был такой вот одноэтажный, застройка одноэтажная, дома одноэтажные, деревянные, маленькие домики. И они искали подходящее место, подбирали, чтобы оно было зеленое, ну, весна наступила. Практически тогда это окраина, так называемая Красная Горка, такой район, зеленый, живописный, надо сказать. Это был доходный дом учительницы Кедровой Валентины Петровны. Сама она служила в Москве у фабриканта-гувернанткой. И вот этот дом она сдавала за 20 рублей в год вместе с мебелью. Играли в крокет, в беседке, катались на лодке в Пахредо. Дубровица и обратно, Ленин ежедневно ходил здесь пешком. Отсюда вот он уезжал в первую эмиграцию. Сейчас получил твое письмо от восьмого, дорогая мамочка, и сажусь немедленно отвечать. Я очень рад, что пришло разрешение на свидание с тобой. И, разумеется, непременно воспользуюсь им. «Выехать отсюда сейчас я, к сожалению, не могу. Ибо возвращаться сюда мне бы уже не хотелось. А для улаживания финансовых дел и некоторых дел с редакциями я должен еще пробыть здесь дней 5-7 или около того. Но это, конечно, не важно, приеду ли я неделькой позже или раньше. До скорого свидания». Твой Владимир Ульянов. Знаете, Мария Александровна была прекрасным педагогом. И вот эта близость с детьми у нее была не только вот такая родственная, но и в смысле физическая, но и духовная вот это родство. Хотя, еще раз повторяю, сама-то она революционером, конечно, никаким не была. Ульянова Мария Александровна, урожденная Бланк, мать Владимира Ильича Ленина. Родилась в семье врача, получила домашнее образование. В 1863 году экстерном сдала экзамены и получила звание учительницы начальных школ. Свою жизнь целиком посвятила семье, детям, которых стремилась воспитывать честными, образованными, идейными людьми. Обладая исключительными педагогическими способностями, оказала огромное влияние на воспитание детей. Понимала их революционные стремления, была их другом. Похоронена в Петрограде, на Волковом кладбище. Ну, действительно, она с ними разделяла вот эти тяготы революционной их жизни, деятельности. И вот как-то подсчитали, в ее паспорте было сделано более 60 прописок. То есть вот столько раз ей пришлось сменить место жительства, бывая с детьми в эмиграциях, в ссылках. Там, где трудно, где тяжело, туда мать и ехала, конечно же, со своими детьми. Прежде всего, она вела дом. Дети революционеры, представляете, им приходилось и выезжать отсюда, выполнять партийные поручения. Они здесь, в Подольске, становятся центром, как раз связующим центром между деятельностью Владимира Ильича революционным подпольем в России и центром за границей, конечно. Ведь сюда, в Подольск, Владимир Ильич присылает все восемь глав рукописи своей работы «Развитие капитализма в России», который он пишет в Шушенском. Вот Анна Ильинична как раз занимается тем, что выезжает и в Москву, и в Петербург, добивается издания этой работы. То есть вот такая работа кипела. И, конечно, все дела по дому и по хозяйству были на Марии Александровны в основном. Она очень любила землю, любила цветы. Здесь она разбивает цветники, любимые ее цветы – розы, жасмин, сирень, она ухаживает за ними. Возможно, был небольшой огородик, ну, может быть, даже и нет, потому что, ну, в округе-то тут все содержали и домашних животных, и молоко приносили, и там другие какие-то продукты, вот, животноводство. Так что, вот, она ведет хозяйство. Дорогая Мария Александровна, наконец-то вопрос выяснился. Можно ехать в Россию, прибавки срока не предвидится. Вещи отправляем 28-го, а 29-го выдвигаемся сами. Теперь у нас только и разговор, что о дороге. Книги уложили в ящик и свесили, выходит около 15 пудов. Книги и часть вещей отправляем транспортом, впрочем, вещей у нас будет, кажется, не очень много. Положим отъезд так уж близко, что мама сегодня собиралась было стряпать в дорогу пельмени. Нам советуют брать в дорогу непременно пельмени. Остальное все замерзнет. Вот мама и собирается наляпать уйму этого снадобья без жиру и луку. Ну, до свидания. Крепко целую. Маняшу и Анюту тоже целую. Жаль мне, что нельзя будет в Москву попасть. Мама кланится. Ваша Надя. В 1895 году в Петербурге создает Союз борьбы за освобождение рабочего класса. Союз просуществовал совсем мало и был разгромлен. Практически все члены Союза арестованы, в том числе и Владимир Ильич. И был выслан в Шушинское, в Сибирскую ссылку. И ему разрешили добираться туда самостоятельно. Они по этапу там, конечно, его гнали. Он туда добирался самостоятельно. И туда через год приезжает Надежда Константиновна, будучи его невестой. Там они обвенчались. Три года провел в Сибирской ссылке. С 1897 по 1900 год. А ведение дел Ленина требовало частых поездок в Москву. Вот вопрос, чем они тут занимались, это самый интересный вопрос. В нашей экспозиции есть письма, в каждом письме список запрашиваемой литературы. То есть три с половиной года они выполняли его поручения. Готовили к изданию его работы, снабжали русскую, иностранную литературу, статистические сборники, периодическая печать. Все это доставалось в бухганистических магазинах, библиотеках длительного срока пользования. Налаживался обмен прочитанных книг. В результате он написал в ссылке более 30 работ. Возвращаясь из далекой ссылки в Центральную Россию, Ленин использовал любой возможный случай побывать в крупных городах. Нижний Новгород, Цизеринь, Самара, Смоленск. С целью провести совещание с социал-демократами об их участии в издании общерусской газеты «Искра» и создать сеть корреспондентов. Получив заграничный паспорт, получает разрешение на поездку сюда в Подольск. Сюда он приезжает 1 июня 1900 года и здесь продолжает тоже эту работу. Пребывание Ленина в Подольске было связано с тем временем, когда проводилась огромная организаторская работа по созданию партии. Здесь он встречается с товарищами-единомышленниками. Сюда к нему приезжают муж и жена Шестернины, Лепешинский. Здесь бывал подольский санитарный врач Левицкий Вячеслав Александрович. Все они впоследствии стали агентами и корреспондентами газеты «Искра». А вот наш земляк Вячеслав Александрович Левицкий, подольский санитарный врач Земский, он стал корреспондентом газеты. И уже в первом номере «Искры» была помещена его статья, напечатана его статья «Пробуждение кирпичников». Анютя, получил твое письмо. И очень благодарен Мите и особенно тебе за все хлопоты с книгой, за судьбу которой, со стороны удовлетворительности издания, я теперь уже вполне спокоен. Насчет заглавия отчасти согласен, что мое слишком длинно. Оно необходимо, правда. Но его лучше сдать в подзаголовок. Само же заглавие надо бы поскромнее, чем «Развитие капитализма в России». Это слишком смело, широко и многообещающе. Лучше, по-моему, к вопросу о развитии капитализма в России. Брошюры «Рибо», а фиктивная память, которую ты пишешь, что посылаешь, не получил. Должно быть вышла задержка либо у тебя с отправкой из заказной бандероли, либо здесь почему-нибудь с ее получением. Жму руку тебе, Марку и Мите. Крепко целую маму. Владимир Ульянов. Анна Ильинична родилась в 1866 году, на два года младше Саши. Дети в семье росли парами, старшие Саша и Аня. О них даже отец говорил. Он говорил, что старшие люди вполне умные, вполне подающие большие надежды. И действительно, они были очень близки духовно друг к другу. Ведь и Аня же была арестована в 1887 году. Но, к счастью, ее освободили. Она не входила в террористическую организацию. Ее освободили. Ульянова Елизарова Анна Ильинична. Видный деятель коммунистической партии, старшая сестра Владимира Ильича Ленина. Работала в организации «Искры» и большевистских нелегальных газетах. В 1912-14 годах сотрудничала в большевистских органах. Правда, просвещение, работница. Вы знаете, все они были, в общем-то, литераторы. Но все они профессиональные революционеры, будем так говорить. В своей анкете Анна Ильинич даже писала, что она детский писатель. Есть изданные книги, даже ее детская литература. Ну, собственно, вот этим они и занимались. Марии Ильиничной было 19,5 лет. Она уехала отсюда учиться в Брюссельский университет. Она была потом учительницей французского языка. И право преподавания французского языка она получила в Брюссельском университете. Получили мы, маняша, твое письмо и были ему очень рады. Взялись сейчас за карты и начали разглядывать, где это, черт побери, находится Брюссель. Определили и стали размышлять. Рукой подать. И до Лондона, и до Парижа, и до Германии. И в самом почитай центре Европы. Да, завидую тебе. Насчет газет и книжек. Пожалуйста, добывай, что можно. Каталоги присылай всячески. И букинистов, и книжных магазинов. На всех языках. Напомню, что из газет бывают часто особенно интересные официальные органы, содержащие стенографические отчеты о прениях парламентов. Если ты разузнаешь, где продают эти газеты и будешь присылать интересные номера, ты ведь следишь за газетами, надеюсь, то это будет очень хорошо. Советую тебе не ограничиваться бельгийскими газетами, а выписывать еще какую-нибудь немецкую. И языка не забудешь, и материал для чтения получишь прекрасный. А цены на газеты невысокие. Поедешь ли на Рождество домой? Твой Владимир Ульянов. Владимир Ильич, иначе как сестру называл, маняши, близки были просто очень все. Дружная, хорошая семья. Все, все Ульянова, вот эта семья дала миру пять профессиональных революционеров. Не только нашей стране, но и всему миру пять профессиональных революционеров. Все дети семьи Ульяновых пошли в революцию, кроме Ольги. Она умерла в 19-летнем возрасте, когда училась на высшеженских бестужевских курсах, заболела брюшным типом и скончалась, умерла. Ну и потом Владимир Ильич, посещая ее могилу на Волковом кладбище, не раз говорил, если бы Оля была жива, она также бы стала профессиональным революционером. В этом доме два входа. И все, кто здесь жили, в том числе и Ульяновы, они пользовались именно этим входом в дом, через двор, через сад, и попадали все вот в эту комнату, кухню. Здесь вот такая русская печь, ее назвали русско-голландской даже печкой. Она такая небольшая, но очень удобная. Топилась на кухне, а израсцовыми стеночками выходят в каждую комнату дома, и таким образом дом обогревался. Именно здесь, в этой комнате, произошла первая встреча родных с Владимиром Ильичем, когда он рассказал о том случае, который с ним произошел со справником Перфильевым, когда тот захотел у него паспорт отобрать. Он его даже назвал здесь старым дураком. Он так добродушно, в общем-то, рассмеялся. Настроение у Владимира Ильича было очень хорошее. Мы проходим в следующую комнату. Пожалуй, это самая большая комната в доме. И занимала эту комнату Анна Ильинична Ульянова Елизарова. За стульком работала Анна Ильинична. Здесь ее подлинные вещи. Футляр для ножичка для разрезания пищи бумаги. Футляре пенсные Анны Ильиничны. Книги тех лет. Ульяновские шахматы. Эти шахматы были подарены еще в семью Ульяновых в Симбирске. Подарены Илье Николаевичу. Так что очень даже возможно, что этими шахматами играл и маленький Володя со своим старшим братом Сашей в Симбирске. Ульяновы любили игру в шахматы, считали ее гимнастикой для ума. Старинный изящный музыкальный инструмент с барельефом композитора Моцарта, также ульяновский инструмент, его приобрела Мария Александровна незадолго до переезда в Подольск. Она пишет, если я поеду на все лето к тебе, Санны и Марии, тогда в доме-то в Подольске останутся одни мужчины. И дом-то надо снять поменьше. Но в таком случае заблаговременно надо отвезти пианино в Москву. А жаль. Мы играем в Подольске и часто в четыре руки с Анной. Это единственное развлечение здесь. За большим обеденным столом собирались ульяновы. Очень любили вечернее время, когда все собирались за вечерним чаем, чтобы обсудить прошедший день. Любили поговорить и даже поспорить. Владимир Ильич любил отдохнуть в кресле-качалке. Кресло, стулья вокруг стола, старинный венский гарнитур. Наверное, уютно, ненастый, может быть, денек, да, посидеть. Или там вечер посидеть у теплой заросцовой стеночки. Есть в этом доме еще одна комната. Ее называли комнатой-светелкой. Комнату занимал Дмитрий Ильич. И когда приехал Владимир Ильич, он поселился с братом в той отдаленной комнате. Ульянова называли комнату. Комнатой наших мужчин. Я вас приглашаю туда пройти. Комната эта летняя. В зимнее время не отапливается. А летом удобно для работы, для отдыха. И вот в жаркий летний день, так как комната находится под железной крышей, здесь находиться невозможно. Жарко, душно. Ну и сюда братья приходили уже с наступлением ночной прохлады. Спальное место. Дмитрий Ильич уступил брату Володе. А себе раскладушку ставил. На этажерке книги, которыми пользовался Владимир Ильич, произведения Гончарова, Гоголя, нужные для работы. Там русско-французский словарь. Владимир Ильич знал девять иностранных языков. В совершенстве он знал немецкий, английский и французский языки. Рассвет очень часто Владимир Ильич любил выходить встречать на балкон. Отсюда открывается прекрасный вид на прилегающую территорию, на сад фруктовый, на противоположный берег реки Пахры. Ну а саму Пахру за зеленью сейчас, конечно же, не видно. Так что вот так, в общем-то, просто жила семья Ульяновых, семья революционеров. А вот буквально в нескольких километрах по Пахре, если вот в ту сторону двигаться, горки Ленинские. В те годы, когда Владимир Ильич там провел последние годы и дни своей жизни, горки входили в Подольский уезд. Теперь это Ленинский район Московской области. Здесь, в этом доме, он бывал молодым, 30-летним человеком. Когда начинал работать над созданием, работал над созданием революционной марксистской партии у нас в стране. А вот в нескольких километрах место, откуда Владимир Ильич ушел из жизни. Мемориальный дом Музея Владимира Ильича Ленина в Подольске был открыт в 1937 году. Воссоздать былую обстановку помогли Мария Ильинична и Дмитрий Ильич Ульяновы. И какое чудо, что этот уголок старого Подольска, хранящий память о вожде Великого Октября, вопреки сложным временам и лихим десятилетиям, принимает посетителей и по сей день. КОНЕЦ